Переведено и озвучено студией Air Vision Восстание зомби Предисловие Множество странных событий было занесено в секретные архивы воюющих стран во время мировой войны. Но ничего более странного, чем полк французских камбоджийцев из окрестностей затерянного города Анкор, который появился на Франко-Австрийском фронте. Капитан Люк, я ценю вас как отличного переводчика, но... Когда вы рассказываете байки про миссмеризм, оккультизм и людей без души... Орды сверхлюдей, способных уничтожить хорошо обученные армии... Вы заставляете меня усомниться в вашем рассудке. Генерал, полагаю, что я неудачно... Я неудачно изложил факты. Нет, нет, это не факты. Это бред безумного камбоджийского жреца. Нет, Люк, это слишком невероятно. Прочтите вслух. Из главного штаба. Австрийцы переводят ударные войска. Одну секунду. Хотелось бы мне поверить в ваших роботов. Мне бы сейчас пригодилось несколько таких полков. Вы свободны. Да, сэр. Можешь не говорить, что ничего не вышло, Арман. Я читаю твои чувства так же легко, как ты читаешь мертвые языки. Я не знаю языка, которым можно убедить генерала Дюваля. Нет, подозреваю, что ты только и делал, что извинялся и заикался. Он рявкнул, и ты отступил без единого выстрела. Хотел бы я иметь твою уверенность. Определить цель и следовать к ней. Это легко. Нужно создать впечатление, что ты знаешь больше, чем он. Это называется эго-клиф. Да, но я предпочитаю американское выражение. Храбрость. Не начинай. Но кто-то ведь должен. Я завидую твоим знаниям, ты моему эго. Если я возьму часть твоих знаний, а ты часть моего эго, мы станем двумя умными людьми. Насколько ты веришь в историю жреца? Я верю, что черная магия существует. Можешь назвать это суеверием, если хочешь. Но я не верю, что людей можно превратить в автоматы или, как ты говоришь, зомби. Ты веришь в телепатию? Возможно. В этом что-то есть. Наука считает достоверным фактом, что на Востоке древняя раса использовала телепатию. Их знания и ритуалы хранили жрецы, такие как Циань. Ладно, я готов купиться на телепатию, но не на твоих роботов. Послушай, Клифф. Циань пришел из Анкора, город, который, по легенде, был построен роботами. Тысячи безустанных, бесчувственных людей-машин, да-да, я знаю, их называют зомби. Король-жрец контролировал их с помощью телепатии. И Циань – последний потомок короля-жреца и единственный живой человек, знающий секрет зомби. Не верю ни единому слову. Он говорит, что уши генерала, как уши трупа, спрятаны под землей. Поэтому он не слышит мудрые слова. Он что, хочет послать ему наушники? Циань утверждает, что его боги повелевают ему создать солдат-зомби. Он покажет нам, как горстка зомби сможет захватить вражескую траншею. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Генерал фон Шеринг, ответственность лежит не на нас. Она на фанатичном восточном жреце из нашего камбоджийского контингента. Мы уже поместили его под арест. Его эксперимент на этом закончен. Я буду рад доложить о вашем заявлении. Продолжение следует... Угроза пожизненного заключения не напугала его. Он понимает, что это будет одиночное заключение? Да, сэр, и все равно отказывается. Тогда скажите ему, что он приговорен к пожизненному одиночному заключению. Поместите его под домашний арест до перевода в военную тюрьму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда вы имеете дело с азиатами, вы имеете дело с фаталистами. Смерть для них — это переход к лучшей жизни, вполне вероятно. Его метод создания зомби должен быть где-то записан. Я уверен в этом, сэр. А еще в том, что он может быть только в одном из храмов Ангкора. Значит, мы должны его найти. Когда война кончится, наш долг не кончится вместе с нею. У меня предложение. Прошу каждого передать его вашему правительству. Мы должны организовать совместную экспедицию в затерянный город Ангкор. Для общественности это должна быть частная экспедиция. Мы найдем секрет зомби и уничтожим его. Международная археологическая экспедиция в Ангкор Если позволите сказать, сэр, думаю, мы совершаем великое дело. Годы ушли, чтобы сделать Ангкор таким, какой он есть. Разумеется, мы не сможем ожидать, что он откроет нам секреты за пару месяцев. Привет, дорогой. Как я вам нравлюсь в этом шлеме? Дорогая Клэр, вы мне нравитесь в чем угодно. Вы так любезны. Думаю, я в нем совершенно ужасна. Я тоже. Папочка, в данный момент ты не должен был со мной соглашаться. Надеюсь, что когда-нибудь я скажу то, что придется тебе по вкусу. Я буду очень удивлена этим, мой дорогой. Месье Люк, а вам как я нравлюсь в этом? В чем? В этой шляпе. Пробковая. Видите? Я думаю, вы красивы. Вы более чем любезны. Я прошу прощения. Теперь вы все испортили. Мы говорим о деле или решаем шарады? Продолжайте, джентльмены. Я так понимаю, это результаты... Я не помешал. Вы опоздали. Я был занят, простите. Да неужели? Это интересно. Надеюсь, месье Люк удачно меня заменял. Он придумал для вас пару оправданий. Очень мило с его стороны. Но я привык сам заботиться о своих делах. Сегодня я выясняю результаты. С радостью к вам присоединюсь. Если мадемуазель Дюваль позволит... Спасибо, но я уже занята. Месье Люк согласился стать моим гидом. О, понятно. Через час, месье Люк. Спасибо, мадемуазель Дюваль. Нет, совсем ничего. Поэтому он пообещал, что откажется от своей власти и освободит всех ради женщины, которую любил. Таким я и представляю влюбленного мужчину. Вы верите в эту легенду? Кто ее придумал? Старик Яков Арнум или вы? Это точный перевод легенды. Вы бы отказались от такой власти ради любви? У меня никогда не было такой власти, и я никогда не был влюблен. Ну, что ж, власть не так уж и важна. И вы влюблены. Влюблены в старые камни и медные обломки. Возможно, вы счастливы. Возможно. Кто это? Это Грейсон. Он один из лучших людей. Ага. Я голодна. Давайте вернемся в лагерь? Да, давайте. Как вы сказали, его звали? Яков Арнум. О, нет, дорогой, его! О, простите, Клифф Грейсон. Я некоторое время думал, что она в тебя влюблена. Вот что может сделать воображение. Я мог бы это понять. Почему? Ты гораздо больше ей подходишь. Опять твой комплекс неполноценности. Когда-нибудь я тебя от него вылечу. Я на это надеюсь. Помнишь, ты сказал, если есть цель, стремись к ней, несмотря ни на что. Будь безжалостным. Забудь о сантиментах. Достигни своей цели, схвати ее и удерживай. Я сомневаюсь, что смог бы так сделать. Возможно, нет. Если кто-то сможет, он дурак. Доброй ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Арман, вы можете объяснить этот танец? Я не уверен. Полагаю, этому танцу сотни лет. Да, но извивания всегда одинаковы. Это традиционный свадебный танец кхмеров. Знаете, у нее прекрасное... Папа? ...понимание танца. Папа, я нашла эту девушку. Эта помолвка была бы неполной без речи счастливца. Вставай, парень. Давай посмотрим, готов ли ты к событию. Даже не знаю, что сказать. Полагаю, ни один мужчина не знает, о чем говорить в таких случаях. Думаю, мы... мы все говорим одно и то же. Поэтому, как бы банально это ни звучало, позвольте сказать. Я самый счастливый человек в мире. Простите, меня захлестнули эмоции Армана. Итак... Я не знаю, что мне говорить. Что может сказать отец, отдавая свою единственную дочь? Ты не мог сказать ничего лучше. Наконец-то я выразился правильно. Я подаю надежды. Мистер Грейсон, вы тоже собрались что-то сказать, не так ли? Нет, генерал, я молчу. Предпочитаю слушать. Это странно. Подумать не могла, что у вас не хватит слов. Желаю вам счастья, которого вы заслуживаете. Похоже на складывание пазла, не так ли? Правда. Интересно, куда подойдет эта часть? Клэр, скоро вы превратитесь в сортировщика пазлов вроде нас с решетом и лопатой. Кто знает. Может быть, именно я найду секрет этого гипноза. Я знаю кое-кого, на ком хочу его использовать. Если вы раскроете этот секрет, скажете нам? Ей придется. Женщины не могут хранить секреты, не так ли? Не могу понять, то ли он рисует этот камень, то ли испытывает новомодный цвет краски для волос. Грейсон. Не могу понять. Я сам проверял эти веревки сегодня утром. Вы ранены? Не знаю. У меня все онемело. Мы отнесем вас в больничную палату. Я всегда восхищался твоей честностью. А я всегда восхищалась тобой. Твоей преданностью работе. И твоему другу, Клиффу Грейсону. У меня не было причин сомневаться в его преданности. Даже сейчас он такая же жертва, как я. Я люблю его. А я люблю тебя. Он тоже. Но как ты думаешь, он когда-нибудь признался бы в этом? Если бы только... Если бы ты не использовала меня, чтобы вызвать в нем ревность. Именно так. Полагаю, ты уже придумала этому оправдание? Влюбленная женщина может найти оправдание чему угодно. Будь безжалостным, стремись к цели, несмотря ни на что. Забудь сантименты, определи свою цель и достигни ее. И неважно, причинишь ли ты кому-нибудь боль. Мне говорили, что нужно поступать именно так. Теперь я вижу, что это в ходу и у женщин. Но я все же восхищаюсь твоей честностью. Мне жаль, что я причинила тебе боль. Ты не должна раскаиваться, если для тебя твоя цель – это главное. Не должно быть никаких сожалений. Разве ты сейчас не безжалостен? Нет, я просто тебя люблю. Даже сейчас? Да, и всегда буду любить. Это и вправду нелепо. Но я все еще люблю тебя. Лучше бы ты меня ненавидел. Если бы я мог. Все было бы гораздо проще. Если бы ты со мной так поступил, я бы тебя возненавидела. Просто из уязвленной гордости. К твоему сведению, у меня нет гордости. Штаб-квартира экспедиции в Пномпене. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброго дня, сэр Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сядь Вон туда Буно, обычаи белых всегда казались тебе странными Мне они тоже кажутся странными Но я понял, чтобы достичь успеха Нужно отбросить все сантименты Наметить себе цель И идти прямо к ней Это безжалостно, да Но именно в этом залог успеха Буно, я открыл Секретную формулу Великого короля кхмеров Ты – мой первый эксперимент Если получится с тобой Значит, я получил знание Которое сделает меня Самым… Самым важным человеком в мире Субтитры создавал DimaTorzok Опусти руки Опусти руки Я приказываю Субтитры создавал DimaTorzok Ты можешь пошевелить рукой или ногой без моего приказа? Нет, повелитель Ты можешь думать или говорить без моей команды? Нет, повелитель Нет, повелитель Буно, мы учимся быть безжалостными Да, повелитель Арман, ты изменился В тебе больше нет нерешительности В тебе чувствуется власть Безмолвная, но все ее чувствуют Ты как будто внезапно обрел себя На это ушло много времени Я больше не спрашиваю, что мне делать Я делаю то, что хочу Прекрасно, но тут есть опасность сделать слишком много И это хуже, чем вообще ничего не делать Макдональд, вы единственный человек, кому я благодарен Вы мой друг Я всегда в тебя верил, парень Я знаю, если бы вы не сказали то, что сказали, я бы тоже промолчал, но… Мне нравится, что ты не сломался, когда другой получил то, чего заслуживаешь ты Она была мне не пара, можно и так сказать Она прекрасная девушка, он хороший парень, и через две недели мы все пожелаем им счастья Через две недели? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Срочно приведи сюда мсья Грейсона Срочно приведи сюда мсья Грейсона Я сказал что-то, чего не следовало? Да, сэр Сэр Немедленно отправляйтесь в Ишталу Доложитесь полковнику, командующему раскопками в том районе Привезите его секретные находки Возьмите эскорт, какой потребуется Да, сэр, я благодарен вам за доверие, сэр Но такая неожиданная миссия, мы с вашей дочерью собираемся пожениться через две недели А поездка в Ишталу займет шесть Я сочувствую вам, Грейсон Но долг прежде всего Вы понимаете? Да, сэр Как сказал ваш поэт Роберт Бернс? Самые лучшие планы мышей и людей часто идут прахом Добрый вечер, мсье Доктор Фауст со своей алхимией и с помощью его сатанистского величества открыл секрет вечной молодости А какой секрет открыли вы? Мне не удалось заручиться помощью сатаны Возможно, вы, с вашей недавно приобретенной привычкой появляться в неподходящие моменты, можете материализовать Князя Тьмы Влади я тем знанием, что есть у вас, мне не потребовалась бы его помощь Вы многое предполагаете, мой дорогой Мазовия Я много знаю, мой дорогой Люк Вам следовало бы знать, что меня не обдурить вашей лестью Какое бы ни было у меня знание, оно останется со мной Я не считаю вас глупцом Я вам нужен, дорогой Люк Вы мелкая сошка Я человек с воображением Вы наткнулись на знание, затерянное в веках Я не остановлюсь ни перед чем, чтобы получить его Разделите со мной секрет, и мир ляжет у наших ног Во Франции жрец Циань разделил с вами знание? Нет И поэтому он умер Вы его убили С помощью стража, но вы этого не поймете А вот это сможете Поломка лесов, которую так хорошо испытал Макдональд Таинственное исчезновение Франсуа и Анри Отказ туземцев работать Чего ради? Экспедиция закончилась, не так ли? Я знал, что вы не сдадитесь Я надеялся, что вы приведете меня к разгадке Циань взял это у стража Я забрал его у Цианя Я думал, это и есть то, что всем было нужно Это и в самом деле подсказка, но неправильная Я в этом уверен Вы знаете секрет зомби Отдайте мне его Вы не оставляете мне выбора, дорогой Мазови Вы сообразительны, дорогой Люк Секрет 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 в том, чтобы поместить правую руку Вот так Символ третьего глаза Который вызовет по воле Повелителя Того, кто будет вашим палачом Его руки медленно сожмутся вокруг вашего горла КОНЕЦ Великий жрец Яко Варнум использовал своих подданных людей вроде вас, чтобы построить чудесный город Анкор Возможно, под моей властью вам предстоят более великие дела Доктор Тревисон, благодарю вас за восстановление меня в должности Это очень любезно А вас, мои друзья, за вынужденное пожертвование ваших душ Вы дали мне власть, чтобы я мог достичь своей единственной цели И я вам за это благодарен Без сомнения, вы разорвете меня на части, стоит мне потерять контроль Но этого никогда не случится Клифф! Клифф! Клэр Скорей! Мы возвращаемся домой Я почувствовал, что он изменился, когда он отправлял меня Мне страшно Когда Арман исчез, он был в Анкоре Он добился успеха там, где мы не смогли И раскрыл секрет Верховного Жреца И мы оба научили его быть беспощадным Он прекрасно знает, чего хочет Это ты Но что он сделает с тобой? Он уберет меня с дороги Наш единственный шанс уехать вместе прямо сейчас Поехали Ваш отец спросил передач, что он желает вас видеть Немедленно Надеюсь, твое путешествие было приятным Куда же... Ах да, Вышталу кажется Это путешествие не было твоей идеей Моей идеей? С какой стати мне бы это понадобилось? С такой же, что и все изменения, которые тут произошли Эти люди и твой план жениться на Клэр Если кто-то тебе мешает, смети его с дороги Разве это не твой кодекс? Это не кодекс, просто дружеский совет Еще ты посоветовал забыть сантименты Если ты что-то хочешь, иди и возьми Правильно? Ты способный ученик У меня был отличный учитель Теперь у тебя на пути стою я Да, но я тебя уберу Если я выйду за тебя, ты отправишь Клиффа в Англию? Таково твое предложение? Не предложение, обещание И ты не причинишь ему вреда? Никакого Дай мне слово, что ты не сделаешь его таким же, как эти... Эти... Эти последователи, скажем так Я не причиню ему вреда, даю тебе слово Я уверена, что ты его сдержишь Да, сдержу Я сделаю даже больше Я позволю вам попрощаться Мне бы этого хотелось Ты его очень любишь, не так ли? Я это доказала Не просто отказаться от единственной вещи в мире, которую ты любишь Не просто Я тоже люблю в этом мире только одно, но я не могу это отдать Между нами есть разница, у меня нет твоей храбрости Я хотела сказать так много, но сейчас мне нечего говорить У меня было такое же чувство, когда я впервые попал на передовую Мне было страшно Только храбрый человек может это сказать Храбрый человек не позволил бы тебе пожертвовать собой ради него Я ничем не пожертвовала Я люблю тебя И всегда буду любить Мы не прощаемся Нет, просто дай на тебя взглянуть Я буду по тебе скучать Мы не должны отчаиваться Мне нужно идти Смотри, они остановились Десять минут шестого Отныне мои часы будут идти по Лондону А мои будут идти на восемь часов вперед Десять минут шестого Отныне мои часы 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 Отныне не ощущения Отныне мои часы Отныне мои часы Способный ученик, учитель вами доволен. По крайней мере, я позволил ей запомнить тебя человеком. Если ты не рад меня видеть, открой дверь еще раз. Толкни меня, и я любезно укачусь к себе в комнату. Ваш дух нельзя сломать, Макдональд. Это все, что у меня осталось, кроме моей любви к другу. Что у вас на уме? То, что трудно сделать, и быть понятым. Я хочу дать ненужный совет. Это правда, Мак. Но продолжай. Вы единственный человек, к которому я прислушиваюсь. Спасибо. Итак, Мак, о чем вы хотели поговорить? О тебе и твоей жене. Ты поступил с ней ужасно. Это настолько ужасно, бороться за единственную дорогую тебе вещь в мире? Нет, если ты ведешь честную игру. Мне не нравятся проповеди. И, возможно, не нравится, правда? Возможно. А мне нравится. Это власть, которая у тебя есть. Одержимость, которая движет тобой. Они разрушат тебя. Ты обманываешь себя фантазиями, что можешь заставить ее полюбить тебя. Ты не можешь так поступить. Человек не может делать то, что запрещает ему совесть. Или желать того, чего желать запрещено. Когда совесть исчезает, твое истинное «я» исчезнет вместе с твоими принципами. Так сказал древний философ. И теперь я вижу, что это правда. Доброй ночи. Мой дорогой, ты знаешь, что я люблю тебя. Мы любим друг друга. И потому в наших мыслях мы вместе. Клэр, мне сказали, что моя надежда на твою взаимность – это заблуждение. Это правда? Я вышла за тебя. Я сдержала обещания. И я сдержал свое. За это я тебе благодарна. Значит, все, что я получу – это твоя благодарность? Да. Я завидую Клиффу. Я отдал бы все, что у меня есть, за одно только твое доброе отношение. Ты просишь меня хорошо о тебе думать? Ты можешь контролировать мои мысли. Ты доказал это с отцом и с другими. Ты подчинил их своей воле. Я не могу поступить так с тобой. Не могу. Если я откажусь от этой власти, если я освобожу людей, тогда я поверю, что ты меня любишь. Я докажу. Я отказываюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы снова свободны. Мы можем думать. Безумец, который так поступил с нами, должен умереть, чтобы это снова не повторилось. Субтитры создавал DimaTorzok Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ты спросила однажды, как великий король-жрец Яко Варнум лишился власти и освободил своих подданных. Он влюбился в прекрасную женщину. Он долго пытался завоевать ее любовь. Но она, как принято у женщин, отвергала его. Поэтому он добровольно отказался от власти. Ради женщины, которую он любил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите мне, что тут происходит? Когда боги хотят кого-нибудь уничтожить, сначала они лишают его разума. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok